Смотри, касательно двойки в ноге, это очень специфическое движение, я покажу тебе два варианта, которые есть. Смотри, нога, когда мы играем на большом барабане, нога должна стоять на носке, пятка поднята. Не так? Это старая школа 60-х года. Так тоже имеет место быть, но этот прием, он неэффективный, потому что работает только вот эта часть мыши. А чтобы удар был громкий, у нас работают вот эти икры. И мы имеем еще вес, ноги добавим. Касательно двоек, мы играем вот так, то есть мы первый удар, здесь есть, второй, поддержая нога, здесь, еще раз. Сейчас как бы скользим, скольжение. А само движение, основа его, только раз, два, раз, два. И причем второй удар должен быть громче, чем первый. Можно это делать на месте. Можно под скольжением по всей педали. Ну, естественно, если у тебя гладкая подошва. А есть еще играет, когда на стороны, есть такой прием. Ну, очень неудобно, ну, кому как, на ощущение. Есть много барабанщиков, которые так играют. Ну, больше всего вот так. Все. Ну, этот надо делать очень медленно. И, где-то, если при каждом дневном занятии, где-то месяц уйдет на его, на работу. Не получается. Всё. ПОДПИШИСССЯ. Еще одно упражнение, которое мне помогало, которым я занимался, это два удара рукой и два удара ноги. И постепенно ускоряем. Одни нюансы, то есть берем максимальный темп, который ты можешь и держим на нем очень долго. Только ты посчитываешь, когда у тебя зажмется эта мышца, переставай играть, потому что будет крипатурой и будет больно. Допустим, можешь такой-то, держи его несколько минут, поиграя максимально дольше, сколько сможешь. И потом, с помощью этой двойки, можно играть такие идеи, как несколько ударов в руке и в ноге. Допустим, два, здесь два. Четыре. Два. Два, четыре. Ну, если ты играть, будешь играть панкрот. Два, четыре. 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 Два, четыре.